Итак, мы продолжаем, а по факту, ну, мы уже почти заканчиваем, фух, с ивентом мы почти справились, почти, ну вот осталось чуть-чуть, я чувствую, что вот прямо капелюшечка, капелюшечка осталось, осталось победить и добить. Так, Нерри, вот видишь, ты умная, ты свои ошибки учла и на кулы ставила метки, я нет, поэтому теперь, если я вдруг решу воспользоваться интерактивной картой Теевата, мне придется бегать даже по всем тем точкам, которые у меня собраны. О, еще полтора уровня, фига себе, даже так можно было, да? Эх, БПшка, БПшка, Лимин, спасибо за трафика, спасибо. Ну, а мы, получается, пошли куда-то туда, а нам куда-то туда наверх, а наверх путь вон же он. Нерри, спасибо, спасибо за кошка-жену, спасибо, спасибо, должен быть баланс, должен быть. Просто, чтобы вы понимали, у меня там настолько плохо все с прокачкой статуи в Инадзуме, что я даже думать не хочу, сколько мне еще предстоит собирать всего. Блин, спасибо за трафика. Ага, похоже, нам нужно спуститься, ага. Утро, Угр, спасибо, спасибо еще за одну кошка-жену. Кстати, мы уже насобирали половину ракеты за сегодня, что как бы Феликс, спасибо, спасибо еще за кошка-жену. А мы сегодня насобирали с вами наполовину ракеты. Как бы. Что вообще офигеть, как неплохо. Блин, какая джин в этом костюмчике милашка. Судзаку, спасибо, еще за одну кошка-жену. Ну, сегодня у нас кошка-жен серьезно много, очень много. Максимально много, я бы сказал. Вишап и глубин. Какие же они грозные. О, да-да-да-да-да, вот, вот эти боссы, вот вы. О, сука. Давай. А, а в смысле, а щиток? Чего? О, стойте. Я не поняв. А че, а в смысле? Да-да-да. Ему вообще плевать, он через своего друга-товарища просто бьет, и ему норм. Че, о, че. Вы че творите? Подождите, давайте вы как-то будете бить меня тем, что я знаю, что это. Не надо меня бить тем, что я не знаю. Я тогда пугаюсь и начинаю всякую фигню делать. Единственное, что я знаю, это то, что они умереть должны как-то, ну, почти одновременно, иначе они возрождаются. Вот. А-а-а. Дедуль. Вонь. Опа. Опа, опа, опа. А что это было? Ну все, добиваем. Там времени много вроде бы дается. В бездне... А. Ну да. В бездне я просто с ними уже познакомился. Не самое приятное знакомство, к слову, было. А, там подождите. Там еще и подсказка была в это время? Ну, блин, я был занят файтом. Паймана внимательно посчитала, ей кажется, что детенышей Вишапов здесь больше нет. Должно быть, их спасли. Если Вишапы глубины правда были здесь, значит, тот негодник не врал. И значит, Цуми Вишапочка? Тогда Цуми действительно Вишапочка? Но ее нигде нет. Где она может быть? Ай, ладно. Давай возвращаться наверх. Давайте. Да это же Цуми! А что она делает у Дейни-Тимикоси? Стоит очевидно. Раз уж вы вернулись, мне хотелось бы узнать, увенчалась ли ваша спасательная операция успехом? Ну, мы бонькнули двух твоих, возможно, друзей. Часть молодых Вишапов спаслись. Но когда мы победили элитных, старые и слабые Вишапы вернулись в воду и спрятались. Где? Кто там вернулся в воду? Кто там куда спрятался? Происходит то, чего мы не видели. Точнее, происходило то, чего мы не видели. Цуми! Ты правда Вишапочка? Я не собираюсь ничего вам объяснять. Хоть мы и способны общаться с вами. Мне слишком хорошо известно, что дела с людьми всегда заканчиваются предательством. Мне вот хочется что-то ее обнять и погладить. Нашим видом никогда не ужиться в мире. Негодую, люто негодую и хочу это исправить. Перед тем, как уйти. Я уничтожу свет на этой башне. Нет. Не приближайтесь. И даже не пытайтесь внезапно напасть на меня. Да какое никогда не быть вместе? Да не, 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 не. Я хочу пошмякать, Суми. Это башня. Кажется, она слышит мои желания. Достаточно только подумать, и она меняет яркость. И она рухнет передо мной, если я того пожелаю. Одной своей мыслью. Как по щелчку пальцев. Я могу разрушить этот источник великих страданий вишапов. Да, Дим, да. В такие моменты надо просто обнять. Обнять, погладить, сказать, что все будет хорошо. Возможно, покормить. Но почему? Почему я не могу? Беда. Это куда хуже потери доступа к кровавому кораллу. Что же нам делать, Тору? Что-то не может быть. А вдруг? А вдруг? Доказум, а это и так было понятно. Это медальон в форме трех переплетшихся змей? Да, и мы этот медальон видели постоянно на экране загрузки. Этот медальон был со мной, сколько я себя помню. Почему ваши фрагменты подходят к нему? Думаю, ты уже знаешь ответ. А мне, мне, мне ответ скажите. Да глупости. Неужели ты хочешь сказать, что... Что я... Пайман не понимает. Этот фрагмент принадлежал к Коми. Этот из Дэнсимикоси. А с другим Цуми никогда не расставалась. Кстати, у Пайман на пузике-то, а? Действительно. Ты принадлежишь в Ататсуме. Я росла вместе с Вишапами. Ничего, кроме этого медальона и пары ящиков с книгами у меня не было. Я научилась человеческому письму и речи благодаря им. Блин, она в воде стоит, простынет же... Неааа... Но вскоре в экономии не осталось ни одного человека. Она опустела. Возможность общаться с людьми и узнать, о чем же на самом деле, говорилось в книгах, появилась у меня лишь недавно. Сэрдагон, спасибо за окошко-жену. В ваших человеческих книгах есть одна поговорка. Раньше я ее не понимала. Простудишься, выйди из воды, иди сюда. Место человека там, где он родился, а животного, где его кормят. Я Вишап. Не человек. Я возвращаюсь туда, где мне место. Дай Нити Микоси. Пусть стоит себе на здоровье. Но однажды, настанет тот день, когда мы вернемся. Утопотела. В смысле? Утопотела, я ей говорю. Почему она вдруг под конец передумала? Да, пойдем, пойдем к Акоме, может она знает. А, точно, точно. Акоме определенно предвидела такую ситуацию, раздала нам фрагмент медальона. И вот к Акоме у меня сейчас очень много вопросов. Так я тоже не вижу, где Серега узрел, там схожесть с этим? С Шеньхэ? Ну, ладно, Сереге простительно, он по Милфам, и Серега всюду видит историю Милф. Забейте. Просто забейте. Самурай, спасибо за фоллоу. Человека, который любит Милф, уже не переубедить. Тут как бы все. Здесь все разрешилось. Вернемся и расскажем ей. И туда нам идти придется лапками, да. Нас туда никто тэпать не собирается, серьезно. Владислав, спасибо за пять. Кот скажет он. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, самурай, привет, привет. Осваивайся, усаживайся поудобнее. А ну, хотя мы уже почти заканчиваем, но... Все же... Немножко еще времени есть. Во, мы, кстати, можем повысить уровень до 14-го. Так я знаю про карточку бесплатную. Да ну, в смысле? Время же есть... А, все? Все? Уже 15-й? А... А... А что, в смысле? Корона. Чего? А в смысле? Уже все? Уже прям все-все. Уже прям максимально все. Офигеть. А, печать ей отсыпали. А-а-а. А. Угу. Поняв, ладно. Все, возвращаемся в Инадзуму. И зададим Кокоми парочку вопросов. Может быть, она что-то расскажет нам? О Цуми. Не, сундуки-то я дособираю, но это уже потом, скорее всего. Просто оно как бы не горит особо. Эй, Кокоми! О, с возвращением. Солдаты кратко рассказали мне о случившемся. Вместе со жрицей по имени Цуми вы рассеяли тьму. Но в Даните Микосе что-то внезапно изменилось. Это так? Все правильно. После этого начали твориться странности. Декаду, спасибо. Спасибо за окошко жну. Спасибо. Вот как. Понятно. А теперь расскажи нам о медальоне, пожалуйста. Эм, Кокоми, ты уж прости, но твой медальон мы отдали. Угу. Не злюкайся. Не стоит извиняться. Как я уже говорила, ватацуми он больше не нужен. Эта реликвия принадлежит началу эпохи, когда ватацуми Амиками упорядочил придворные чины и реформировал Ангономию. Даните Микосе, клану Сангономия и вассалам ватацуми вручили три медальона. Вассалам ватацуми. Так, возможно, она... Так она... Ну, все, она и есть вассал ватацуми. Как я и думал. Получается, она думает, что она вишап, но на самом деле она не вишап. Это должно было возложить на народ дебасири и божественных вассалов ответственность друг за друга. Но сейчас процветают только простые люди, тогда как два других рода пришли в упадок. Поэтому больше пользы от этого медальона не было. Пафизавр, спасибо за трапика. Ты, кстати, упомянула вассалов. Там был солдат, который счел Цуми одной из них. Но на деле, ее вертикальные зрачки выдавали в ней рептилию. Она обманула всех нас. Да нет, сдается мне, она поистине вассал. Это не так. Как правило, вассалы ватацуми принимают форму получеловека-полузмеи, что символизирует их принадлежность к фамильярам змеиного бога. Но со временем они стали похожи на людей всем, кроме зрачков. Ну а люди-вишапы и люди-рептилии... Все это выдумки-писак. Доказательство их существования в секретных документах сангономии. Нет. Вот один писака, а точнее читака, как раз-таки нам об этом и рассказал. Значит, на деле Цуми никакой не вишап? Но она просто маугли. По сути, получается. Ватацуми Амиками истратил все силы на создание острова Ватацуми и начал слабеть. После этого вассалы ватацуми не рождались. Но в записях есть упоминания о последнем из вассалов. На нее возлагались большие надежды. Она должна была стать связью между вишапами и людьми. Но когда она была еще совсем младенцем, на нее и опекавшую ее жрицу на границе энкономии напали вишапы. Дальнейшая судьба ее неизвестна. Они на нее напали и забрали. Они похитили Лалю. И воспитали Лалю. Опа. Опа. Лумен, спасибо, спасибо за трапика. Но сама она, да, сама она верит, что она вишап. Чиби, спасибо за кошка жену. Лулихантеры в деле, но да. Многие считают, что она погибла. Но некоторые думают, что вишапы вырастили ее. Народ ватацуми безгранично признателен вассалом. Теперь, когда вишапы и островитя... Когда вишапам и островитянам больше не нужно сражаться друг с другом за землю ради выживания... Я всем сердцем надеюсь, что она сможет обрести свое место в жизни. Серега, спасибо за кошка жену. Спасибо. Так она обрела уже свое место в жизни рядом с... Вишапами. Вот так у Цуми история. Но теперь, раз принцип воздействия кровавого коралла уже известен, мне, как божественной жрице Санганомии, надо бы придумать новый способ противостоять Святой Земле. Но на данный момент, благодаря тебе, угроза устранена. Еще много десятилетий на ватацуме будет мир. Ой, Серега не кошка жена. Змея жена... Ну, да. Змея жена обрела свое место с вишапами. Непонятно как, непонятно почему. Я чрезвычайно благодарна тебе. Давай гемы. Гемы. Ловцы тумана глубин. Задание выполнено. Тронь. И еще 40 гемов. Получается, мы со всем справились и еще получили 502-ю ачивку в нашу копилку. Фуф. Блин, я все еще вот это не закрыл. Ага. Довольно простая ачивка, но что-то как-то нет. Так, события мы сейчас откроем. Для начала нам нужно... Да, 15 круток. 15 круток. Это пока... Все, что мы имеем, по сути. Угу. Опа. Подождите. Подождите. Это что? Это что? Опа. Так, подождите. Это испытание боя с вишапами. Угу. Асли, ай, привет. Непонятно как, правда, ник читается, но привет-привет. Спасибо за фоллоу. Так. На обычном и более высоком уровне сложности. На тяжелом. А, ну, выбираем сейчас просто сложность эксперт и идем ломать кабинки. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Цель есть, препятствий не видно. Наверное. А в теории. Нам же там... Ничего с лицом не сделают. Только нужно какому? Обязательно нужно воткнуть какому, чтобы я прям чувствовал себя уверенно. На. Какомочка. О милости просим в отряд. Ну, нырил. Лучше перестраховаться. Мало ли. Так, а что? А в смысле? А, это штамм. Бывает. Я просто в себе не очень уверен, когда 4 часа стрима прошло, я уже начинаю в себе что-то сомневаться. Усталость все-таки дает о себе знать. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй еще с лицом проедет по-по-по-по всем стенам. Бонник. Эм-м, подождите. У меня, кстати, есть отличная идея. Если верить теории... Вот. Да. Кушай, кушай. Ну, поехали. Не туда. Ну, немножко пухленькие, да. Немножечко такие пухленькие. Но сейчас мы туда ультанем. Не. Так, тут дедуля немного плохо. Так, ультуем. Делаем вот так, делаем вот так. И погнали. Дедуля что-то вообще приуныл там. Ну, давайте дедушке поможем. Просто чтобы чувствовать себя чуточку увереннее. Нам вообще ледогрыза бы по-хорошему. А то он какой-то там слишком живучий. Так, добиваем до... Наверное... Блин, а куда нам добивать-то? Надо сейчас как-то правильно все это дело распределить по урону. Ну, они пухлые. Это все, что я могу, наверное, о них сказать. Там, кстати, сферы какие-то. Может быть, их нужно... А. А. Ожидаемо. Ожидаемо еще раз. Так, мне не нравится то, что вот этот вишап, он как будто, знаете, похилился, нет? Или нет? Так, ультуем. Ну, не знаю, мне что-то душно здесь. Чук! Они просто взяли и вышли пешком из ульты. Не одобряю ни разу. Вот так. Допустим. Какие же они душнилы. Жень, так я же их уже убивал. Это ж как бы не первое наше убийство их. А, вон оно, вон оно, возрождение! Не-не-не-не-не! Ля ты, Криса! Ля ты, Крысю! Ну, что-то здесь прям слишком быстро, не? У них идет отхил. Так, подождите. Все, сейчас будем добивать. Фу! Фу! Мерзость! Мерзость! Фу-фу-фу-фу-фу! Осуждаю! Осуждаю! Я думал, как в бездне, но в бездне там, ну, серьезно, было подольше. Там времени было куда больше. Что-то взяли, задушили. Вроде бы справились. Мм! Угадайте, чья пятая кейкина сейчас выпадет? Мм? Давайте. Давай-давай-давай. Мм? Ну и ладно. Ну, кстати, мы взяли и тупо себе обменяли, получается, обычную крутку на крутку ивентовую. А я считаю, вполне равноценный и равнозначный обмен. Так, с этим справились. Теперь мы забираем награды в событиях. Ну, это что-то было душно. Здесь что-то прям преисполнился. Не-не-не-не-не-не-нари. Все. Шесть часов. Все. На сегодня мы как бы закончили. Единственное, что я могу пойти сделать, это собрать травку. Все. Да у меня рецепты недоделаны. У меня не открыты рецепты, поэтому я не могу сейчас... Нормально забарм... Забарменится, во. Да и голос уже умирает. Так. Плюшки. Ох уж эта ачивка на растения. Ее так долго выполнять. Ну, ее долго выполнять, если ты забил болт и вообще на поля свои ничего не высаживал очень долго. Ну, как это сделал я? Угу. Могу, умею, практикую. Фуф. Не, квести... Ой, этот... Эвент барменов мы уже завтра. Завтра-завтра с вами закроем. А на сегодня нам уже пора заканчивать. График есть график. Все. Графика нужно придерживаться. В общем, на завтрашний стрим у нас вообще два варианта развития. Как все это может пойти? Вариант первый. Мы проходим с вами бармена-эвент. И идем выполнять квест Мика. Вариант второй. Каким-то чудом мне повезет и мне пришлют все-таки ключик на ЗБТ Стар Рейл. Тогда мы бросаем все и сломя голову бежим смотреть на Стар Рейл. Но это очень маловероятно, потому что я крайне невезуч в плане ЗБТ. Я там за всю историю, за всю свою жизнь на пару ЗБТ, наверное, попадал. Так что надежда... Невелика, скажем так. Роберт, спасибо за трапика. Спасибо. Ну а на этом, ребят, пожалуй, будем заканчивать завтра. Встречаемся в то же время, в том же месте. А на этом все. Спасибо большое за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok